Тем временем полиция Пермского края призывает граждан провести беседы со своими пожилыми родителями, чтобы пенсионеры не пускали на порог посторонних людей. Почему так важно не верить незнакомцам на слово? Поучительную историю из Соликамска о дерзком ограблении старушки расскажет моя коллега Елена Джан. Она подготовила для нас сегодня обзор громких ЧП. Лена, здравствуй, ты в эфире. Да, коллеги, спасибо. Обманули старушку и забрали все деньги. В Прикаме задержаны злоумышленники, причастные к краже почти полумиллиона рублей у пенсионерки. В отдел полиции Соликамска обратился местный житель и сообщил, что у его 89-летней матери неизвестный бессовестно похитил все сбережения. Стражи порядка выяснили, что в дневное время в дом к пенсионерке пришел незнакомый мужчина и представился сотрудником компании по установке фильтров для воды. Гость предложил свои услуги и попросил пенсионное удостоверение, чтобы сделать бабушке скидку. Потерпевшая, не подозревая истинных намерений злоумышленника, открыла шкаф, где лежали документы и накопленные деньги. Затем мужчина попросил стакан воды, а пока женщина ходила на кухню, похитил 450 тысяч и скрылся. Он нашел деньги и бойко ушел, пока я там воду налил. Полицейские установили, что злоумышленник с двумя подельниками покинул пределы города и направился в краевую столицу. Были задержаны трое подозреваемых в возрасте от 20 до 33 лет. Все похищенные средства изъяты, возбуждено уголовное дело. Сейчас пермские оперативники проверяют задержанных на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории края. Поэтому, если вдруг вы или ваши родственники пострадали от действий этих людей, звоните по номеру на экране. А полиция Березняков разыскивает парфюмерного гурмана, который не захотел платить за свои покупки. Днем 6 мая в магазине «Магнит Косметик» по пятилетке 101 мужчина тайно похитил с прилавка две коробки туалетной воды «Лакосты», причинив материальный ущерб торговой точке на сумму 3800 рублей. Возбуждено уголовное дело. В краже подозревается мужчина, который был одет во все черное. Просьба тем, кто узнал подозреваемого, позвонить по телефону на экране. Сегодня к нам в редакцию обратилась жительница Березняков, которая сообщила об открытых колодцах в районе Юбилейной 86. Дом снесли, но на территории открыты люки. Каждый день, по словам женщины, в этом опасном месте гуляют дети. Мы выехали по адресу и увидели все своими глазами. И сразу же, конечно, пожаловались городским благоустроителям. А если и вы становитесь свидетелем подобного, немедленно сообщайте об открытых люках. Не забывайте, в него могут провалиться дети и погибнуть. Если колодец без крышки на территории многоквартирного дома, можно обратиться в его управляющую компанию или управление городского хозяйства. Также подобные жалобы должны принять в отделе контроля в сфере благоустройства администрации. А еще жители могут напрямую обращаться в ЕДДС, которая обязана установить собственника колодца, либо просто разослать это сообщение по всем инженерным службам города.